СПУТНИКО Здравствуйте! Меня зовут Спутника. Я художник, живу в Токио, и сейчас мы с вами в Шибуе, где моя студия. Токио – классное место. Энергичное, динамичное, и мне, как художнику, дает массу новых идей. Я хочу показать вам некоторые из моих любимых и самых интересных мест по всему Токио. Моя мама – британка, а папа – японец. Я родилась и выросла в Японии, и окончила художественную школу в Лондоне. Мои работы – о взаимоотношениях технологий, людей и общества. И в них я использую видео, музыку, механику и робототехнику. Это моя последняя видеоинсталляция. Я сделала робота, который может общаться с птицами. Когда я училась в Лондоне, мы с однокурсниками поехали в Японию собирать материал. Наш профессор сказал нам, обязательно побывайте в Токио. Там столько всего, что может разбудить фантазию. Мои друзья пришли в восторг, увидев, сколько всяких прикольных вещей продается в магазинах Токио. Здесь можно найти все, что угодно, и даже больше. И даже сейчас, когда я живу в Токио, энергия этого города для меня по-прежнему ошеломительна. Сегодня мода Японии привлекает внимание всего мира. Благодаря кинозвездам, музыкантам и знаменитостям, которые активно пользуются элементами японской моды и макияжа. Фотограф Марвин Пэйн работает с Леди Гага, когда она приезжает в Японию. Марвин много работает в сфере моды. Он ведет меня в один из самых популярных магазинов Токио. Это особый бутик, где можно купить уникальные вещи, созданные японскими дизайнерами. Леди Гага здесь постоянная покупательница. Малышка! Малышка! Малышка, вот эти ваке шоу. Это что-то интересное в Японии, что люди используют вещи, что вы не думаете, что никто бы не купить. И что-то индивидуальный стыль, это очень особое в Японии. Субтитры создавал DimaTorzok Я не смотрю на это как одновременно, это искусство. Вы только можете найти это здесь. Америка. Японские девушки — очень большие модницы. Они постоянно ищут новые образы, новые модные тренды. Это модный показ Harajuku Kawaii. Таких дефиле в Японии бывает много. Модные шоу здесь очень демократичные. Их может посещать кто угодно. И даже модели — не профи, а любительницы. Я не видел. 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 Я — я не видел. Я не видел, что они будут сомнены. Это очень интересная вещь и интересно, что они умирают. Я изучаю фашу в бизнесе и он любит разработку. Так что мы говорим, что давайте посмотрим, что мы сняли в японском. Да, я хочу посмотреть в японскую фашу, я очень интересен. Все, 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 все. Дальше мы все вместе с одержーム уроком, но мы все-таки общаемся с днем. Даже будем остроены с малышей филе, как81 модели кафе Актобенкенской модели. Шутка Мартия Семеновична, как раз я вошел в школу оранжевox. Шутка Метра Метра Матра Мета Раскоу прощаются. У них все-таки-то живо. Ну, там сидят очень красивые. Я так думаю, что я иду в Мире, и я иду в Мире, и я иду в Мире. Даже если не удалось пройтись по подиуму как избранной читательнице, все равно можно почувствовать себя моделью, сделать прическу и макияж у профессионалов и поучаствовать в реальной фотосессии. У вас останутся незабываемые впечатления. Самое интересное в этих мероприятиях, что по окончании шоу все увиденное можно тут же купить. Кто угодно может приобрести одежду и аксессуары, но будьте готовы к борьбе за популярные вещи, их моментально расхватывают. Для японских девочек очень важно выглядеть каваи, то есть симпатично. В большинстве школ ученики носят форму. Форма означает соответствие стандарту. Но девочки стараются подходить к этому творчески, чтобы даже в униформе выглядеть стильно. Что вам напоминает эта униформа? Правильно! Многие герои японских аниме и манго ходят в школьной форме. И сегодня многие модные дизайнеры черпают идеи из культуры аниме, манго и видеоигр. Продолжение следует... Аниме и манго – два главных элемента японской поп-культуры. У этих видов искусства – миллионы сумасшедших фанатов. И им есть куда пойти? Это район Токио, Шибуя. Фанатам культуры манго непременно нужно побывать здесь. В этом магазине можно найти более миллиона комиксов, массу фигурок, открыток, ну, в общем, все, что имеет отношение к культуре манго. В школьные годы, когда я, как все подростки, порой страдала от скуки или была в плохом настроении, я приходила сюда, разглядывала эти сотни комиксов и думала, даже если моя жизнь не очень зажигательная, по крайней мере, здесь я могу с головой уйти во все эти выдумки и скрыться от реальности. А еще есть музеи аниме, где посетители могут погрузиться в мир своих любимых фантазий. Сейчас мы в музее Фуджика Ф. Фуджо. Он придумал Дорэмона, самого популярного персонажа в Японии. Этот музей открылся в сентябре 2011-го. Здесь попадаешь в мир, населенный созданиями Фуджика Ф. Фуджо, и выставлены многие из его оригинальных работ. Вот эта дверь – одна из вещей Дорэмона. Она называется «Дверь Докодемо», что значит «Дверь, отворяющая все». То есть, если ее открыть, вы в ту же минуту можете оказаться там, где вы хотите. Но так ли это здорово на самом деле? Это выставка комиксов, самая большая в мире выставка продажа продукции манго. За три дня ее посещает полмиллиона человек. Здесь продаются не только манги, но и музыка, аниме, косплей, любительские иллюстрации, словом, все имеющее отношение к культуре манго. Я не думаю, что я никогда не был рядом с такими людьми. Это очень интересно, видеть все, что они продают, и просто видеть их реакции, когда вы покупаете что-то из них. и такие вещи. Многие из участников – художники-любители. Самое уникальное, что любой на этой выставке может поставить свой прилавок и продавать собственное творчество, будь то манго, игры или музыка. Мы сейчас на площади косплеев. Люди приходят сюда показать свои костюмы. Я сегодня в роли Юкио Огумура. Это старшеклассник из манги «Синий заклинатель». Выставка комиксов также дает возможность собраться вместе фанатам разных косплеев. Термин «косплей» – сокращение от «костюмированная игра». Это японская субкультура подражания облику любимых персонажей аниме и манго. В районе Акихабара много магазинов, торгующих видеоиграми, электроникой и коллекционными предметами аниме и манго. Здесь постоянно придумывают новые развлечения. Это шоу представляет молодых дизайнеров. И оно здорово отличается от обычных модных дефиле, когда по подиуму шествуют только супергламурные профессиональные модели. Это шоу с танцами и музыкой, и публика чувствует себя полноправной участницей действия. Толковый, активный айдол со всеми новыми делами. Это офицерная международных дизайнеров, так называемых дизайнеров. Это серебряные дизайнеры, для того, чтобы было много развития. Это профессиональные дизайнеры, для того, чтобы создать известного угрожающих детей. а extra, даже только создать обычную дизайнеры. И в детям, так и есть тысячи-минейки, уэтиные модели. Субтитры создавал DimaTorzok И, наконец, нельзя завершить фильм о японской поп-культуре, не увидев клубной жизни. Чтобы почувствовать истинную энергетику Токио и зарядиться ею на весь год, я решила встретить Новый год здесь, в одном из самых популярных мест в Токио. Симуна Дисклана 世界のДЖи-подействия – вы понимаете о Клаеве? Реакцию мучилий, я как-то я люблю по novels. Накома, я даже на джи-подействию я люблю в другом мире, там, да, и у меня в Европе джи-подействия очень любят. Джи-подействия и поKE-по-какузистин, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА アイテムとか音とか機材面とかすごいクオリティが高いし 照明とかライティングとかにしてもやっぱりクオリティが高いのと あとはお客さんもすごくさっきも言いましたけど すごいポジティブでいいバイブなんで すごいやってみたいっていう人はすごい多いと思います ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта супертворческая, дышащая энергия атмосфера дает мне драйв для создания новых произведений искусства которые будут удивлять людей во всем мире Наступил новый день, а народ все еще веселится Японская поп-культура очень многолика и так быстро меняется, что я здесь никогда не скучаю Может быть, и вам пора сюда приехать и тоже зарядиться вдохновением? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...